Дорогие друзья! Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно. Мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Что касается длительного процесса результатов и свод, ну конечно это длительный процесс может быть. Но потом вы упоминали о том, что появились новые территории. Ну вот и такой все-таки значимый результат для России. Россия! 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 Еще раз скажу. Как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их. Существует прекрасная идея строительства храма вооруженных сил России. И я абсолютно поддерживаю эту идею, потому что к 75-летию победы будет построен храм. Я уверена в том, что обязательно состоится реализация этого важного, грандиозного проекта строительства главного храма вооруженных сил России, как большого общенационального народного проекта. Я как полковник запаса полностью поддерживаю ту инициативу, которая возникла в стенах Министерства обороны и лично от министра обороны Сергея Кужегеновича Шойгу о строительстве главного храма Министерства обороны всех военнослужащих на территории Московской области в парке «Патриот». Речь о строительстве главного храма вооруженных сил Российской Федерации в парке «Патриот». Я всецело это поддерживаю, поддерживаю в том числе и как человек, имевший отношение к вооруженным силам, носивший форму. Тот храм, который планируется возвести сейчас всем миром, прежде всего связан с Великой Отечественной войной. Но это в целом храм всему нашему воинству. Построить храм всегда считалось на Руси святым делом. А вдвойне оно святое, когда речь идет о нашем воинстве, о людях, которые готовы жертвовать жизнью, проливать кровь за наше Отечество. Замечательная идея. Замечательно построить храм воинства русского. Появилась новая инициатива. Министр обороны Сергей Шойгу призвал всех поддержать инициативу построить на территории парка храм. Все это делается на добровольные пожертвования. То есть на наши с вами деньги. На деньги тех людей, которые захотят вложиться в это очень по-настоящему благое дело. Министерство обороны, на мой взгляд, сделало, пожалуй, главного, чего не хватало на протяжении последних лет. Я имею в виду начало строительства храма в подмосковном парке Патриот. Храма, посвященному всему русскому христолюбивому войску. Призываю всех, кто понимает значение этого, принять в этом участие. И сам хочу внести в этот общий котел, в эту общую копилку строительства храма в парке Патриот 500 тысяч рублей. Призываю всех поступать как возможно, по своим возможностям, но с чистой душой. Почти 2 миллиарда рублей собрали россияне на строительство храма вооруженных сил. Его возводят в подмосковной Кубинке на народные деньги. Оружие, которое станет стройматериалом. Военные показали трофейный арсенал времен Великой Отечественной, который задействует при возведении главного храма вооруженных сил. Да, об этом же сам Сергей Шагу заявил. Он сказал, что трофейная немецкая техника времен Великой Отечественной войны в вооруженных силах нашли применение. Из нее отольют ступени храма Минобороны, который строят сейчас в парке Патриот. Все прихожане главного храма вооруженных сил России будут ногами попирать трофейное оружие Третьего Рейха. Именно из них отольют чугудные ступени и парадное крыльцо. Оружие, созданное вермахтом ради разгрома СССР, в итоге стало трофейным для красноармейцев. Весь этот арсенал отправится на переплавку и затем будет использован при создании главного военного храма страны в парке Патриот. Строительство главной церкви вооруженных сил России идет в подмосковной Кубинке. Крест вознесется на 100-метровую высоту. Величественный храм строят на народные пожертвования. Владимир Путин принял участие в церемонии освящения закладного камня главного храма вооруженных сил России. Молебен ослужил святейший патриарх московский в Сеаруси Кирилл. Строительство завершат в 20-м году 75-летию победы над фашизмом. Высокопресвященные, пресвященные владыки, отцы, братья и сестры, мы совершили деяние, которое будет вписано в историю вооруженных сил России и которые будут вписаны в историю нашего Отечества. Заложен храм в честь нашей победы. Глава государства назвал закладку камня важным историческим событием в духовной жизни России. Сегодня будет заложен первый камень в основании собора Воскресения Христова. Он станет главным храмом вооруженных сил. Еще одним символом нерушимости наших национальных традиций. Коллеги, у нас появится главный храм вооруженных сил России. Друзья, всем привет. Я как-то осенью еще рассказывал, что наш говнокомандующий, министр нападения Сергей Хужебедыч Шойгу, начал строить магический храм, огромный. Храм военных сил российских, где у него будут боевые маги проходить обучение и нести службу, накапливать ману. А также будут проходить обучение боевые маги-попы, которые будут забрасываться в тыл врагу, чтобы насылать проклятие на государство и воровать у них ману. Так вот, всплыли некоторые подробности об этом магическом сооружении, Вселенском храме Российской Федерации. В общем, решили они ступени к этому храму отлить из трофейной техники вермахта, из танков. Из танков, бронетехники, может самолеты туда же пойдут. В общем, теперь наш Хужебедыч Сергей Шойгу издал указ всем своим боевым магам, чтобы они ходили по музеям, по деревням, по лесам, собирали технику вермахта, перевозили ее в Уральские горы на плавильни, где эта техника будет переплавлена, из нее отольют ступени для Вселенского храма Вооруженных сил России, для боевых магов. Ну, соответственно, это первый шаг ступени из техники вермахта. Потом они, Хужебедыч, отправят своих боевых магов в лес, там, где проходили бои Великой Отечественной войны, заставят откапывать скелеты солдат вермахта. И этими костями, скелетами солдат вермахта, они хотят выстелить пол, ну, как паркет. Ну, и стены, естественно, инкрустировать черепами солдат вермахта, ну, потому что это придает маны, придает боевого духа нашим православным. Их там нет, которые несут русский мир в Сирию. Ну, и для полного патриотизма я предложил бы там повесить в храме, на самой главной стене, над иконами, повесить табличку с госдолгом США. Американский госдолг угрожает всей мировой экономике. Это слова Владимира Путина на саммите в эфир. Российский лидер дает пресс-конференцию, и много вопросов посвящено решению глобальных финансовых проблем. Посмотрите, государственный долг Соединенных Штатов, он выше, чем БВП страной уже стал. Это вообще очень такая тревожная штука, это тревожный сигнал. И потому что все знают, что госдолг США, он прям придает плюс 100 к патриотизму и к боевому духу. И сразу хочется всем выдать русского мира, везде поставить деревянные туалеты и раздавить всех гусей и яблоки, ну, польские, там, гееропейские, гнилые, да, в которых есть ген Бузатёра, который есть православному россиянскому человеку, ни в коем случае нельзя, потому что можно заразиться Бузатёрией и русофобией. Русофобия. Русофобия – это наш главный враг. Пожалуй, главной переменой этого года стала русофобия, разносимая миру из Америки словно заразное заболевание. Русофобия, по сути, это оружие, которое используется против России. Ментальное оружие. Русофобия. Русофобия.